Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Елена Карпенко. Смотрите сегодня в выпуске. В память о войне уссурийские поэты устроили громкие чтения своих стихотворений. Олимпийский день в забеге на 5 километров приняли участие уссурийцы. Автомодельный спорт, необычные соревнования прошли в Изумрудной долине. 22 июня всенародный день памяти и скорби. Именно в этот день, летом 1941 года, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. В уссурийске в память о 80-й годовщине этого печального события к вечному огню возложили цветы. С этого сообщения Юрия Левитана для русского народа открылась новая страшная страница истории. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В речи по радио сообщили, что Германия вторглась на территорию СССР. Вся страна встала на защиту Родины. В наши дни эту черную дату не забыли. Теперь 22 июня день памяти и скорби. Жители Уссурийска не остались в стороне. К вечному огню принесли венки. В числе первых к памятнику цветы возложили глава округа Евгений Корж, председатель думы Александр Черныш, а также руководящий состав 5-й армии. Ветераны и почетные жители города также отдали честь павшим. Нина Федоровна Иванова принесла цветы для всех погибших. Ее семьи тоже коснулось горя. Родители женщины были участниками Великой Отечественной войны. Мама, отец, дедушки. Это всенародное горе, боль. День победы над войной, день победы над бедой. Что пережито нашим народом? Это же немыслимо, сколько горя вынесла наша страна. Поэтому для меня свято. Я каждый год, пока я живая, приходить, мне есть кому поклониться. Алые, белые, розовые. Цветы, как дань памяти тем, кого навсегда забрала война, кто совершил подвиг и погиб ради того, чтобы потомки жили на мирной земле. Елена Карпенко, Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Работодатели Приморья поддержат субсидии. Дополнительную помощь от государства получат те, кто возьмет на постоянную работу человека, который зарегистрирован в Центре занятости на 1 января этого года или выпускника. Размер выплаты будет равняться примерно 50 тысячам рублей на одно рабочее место. Средства можно направить на организацию условий труда, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия. При этом финансовую поддержку поделят на несколько этапов. После первого месяца работодатель получит субсидию в размере МРОД. Во второй раз через три месяца и в третий раз еще через три. Помощь государства можно получить дистанционно. Для этого необходимо направить заявление через портал «Работа в России» и указать перечень свободных мест и вакантных должностей. Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Сначала ограничения действовали до 1 июня. Затем продлены до 21 числа. С сегодняшнего дня улететь на курорт можно из 32 городов, в том числе и из Владивостока. С приморской столицы рейсы будут выполнять три авиакомпании. И, судя по расписанию, на сайте Международного аэропорта первый в Анталью запланирован на 1 июля. С 25 июня Аэрофлот планирует увеличить количество перелетов с двух в неделю до двух раз в день. С этой же даты туристы смогут посещать Анталью, Даламан и Бордрум прямиком из Москвы. Российские туроператоры оперативно организовали программы с вылетом в Анталью из ряда городов России. В некоторых случаях рейсы на первые дни заполнены уже на 100%. Замена приборов учета на воду. Процедура, которую каждый собственник проходит с определенной периодичностью. Во время пандемии были послабления и сейчас часто возникают вопросы, менять или не менять счетчик. Ответ смотрите в рубрике «Телеконсультант». Длительное время мы не меняли счетчик на горячую воду. В пандемию были послабления. Подскажите, как сейчас обстоят дела и что лучше, менять или все же делать проверку прибора учета? Вот на период пандемии, мало того, что с апреля месяца было отменено начисление пени, которое сейчас, вот хочу как раз добавить к этому, возобновилось. То есть уже давали рассрочку людям. И такая же была рассрочка по поводу замены приборов учета. Но мы всех предупреждали. Мы говорим, знаете, вот дали такую поблажку, но в любом случае потом все с января побежим менять приборы учета. И наши жители, кстати, среагировали на это. Не так уж прямо у нас плохо обстоят дела. И поэтому в любом случае сейчас замена идет счетчиков. И пока, вот знаете, таких уж прям глобальных вопросов не возникает. То есть наши жители среагировали. Вот благодаря тому, что мы с вами это все освещали. Мы вообще предупреждали обычно по телефону, если нам звонили. И поэтому информацию нам дают те компании, которые делают замену приборов учета. В любом случае на каждом приборе учета есть свой паспорт. И если там стоит в течение четырех лет счетчик работает, и дальше идет его поверка, то, естественно, идет поверка. И здесь уже, если он не прошел поверку, только тогда уже идет замена. Но вот эти компании, они вообще очень замечательные, я думаю, работают с нашими жителями. Они доступны. Мы их там прописываем, кстати, на наши квитанции, куда можно обращаться. И поэтому они там на месте выезжают и на месте делают поверку. То есть вот что, не надо снимать прибор учета, вести его. Именно вот с этими компаниями у них идет проще работа. Впереди вас ждет короткая реклама. Оставайтесь с нами, вскоре вы увидите. В память о войне уссурийские поэты устроили громкие чтения своих стихотворений. Олимпийский день в забеге на пять километров приняли участие уссурийцы. Автомодельный спорт, необычные соревнования прошли в Изумрудной долине. Дорогие друзья, сегодня мы празднуем самый великий день в истории нашей страны. День победы. Копай, копай. Хоронись, так хоронись по-человечески. А ты ему еще крест на могилу поставь. И поставлю. Немец не немец, а человек все-таки. Война. Остаться человеком. Четыре истории о войне. Смотрите 22 июня в 21.00 на канале Телемикс. Хочу переписать дачу на внука, но никак не могу разобраться с документами. Переезжаю, хочу продать квартиру, да все никак. Надоело снимать квартиру, возьму ипотеку. Метражи. Че? Метражи. 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 Метражи, это ваша жизнь. Агентство недвижимости «Метражи». Умное решение. Весь июнь в магазинах «Тома-дома» скидки до 30% на сковороды и формы для выпечки. Сеть магазинов товаров для дома «Тома-дома». Вы смотрите вечерний выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Музыкально-литературное объединение «Звуки лиры» в память о начале Великой Отечественной войны устроило громкие чтения. Стихотворение о боли, о потерях, о горечи всего русского народа и каждого человека в отдельности мне удалось послушать лично. 22 июня – это день памяти и скорби для каждого жителя нашей страны. В 1941 году фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Чтобы доказать, что ничто не забыто, сурийские поэты собрались на громкие чтения своих стихотворений. Строки о Великой Отечественной войне по признанию поэтов писать нелегко. Читать тоже. Перед глазами тут же всплывают образы кровопролитных боев, когда солдаты шли на смерть ради тех, кто ждет дома. Когда женщины и невинные дети умирали от вражеских пуль, когда в дома приходили почтальоны с похоронками. «Стою напротив, взглядываясь, деда, какую тайну взгляд мог пронить. Прошла война, и похоронки следом, а сердце от потери еще болит». «Скажите, почему эта тема так отзывается в вашем сердце?» «Любого и каждого, как говорится, каждую семью коснулось. Это страшная трагедия, это война. Конечно, не пройти мимо именно поэтам, это никак невозможно. Поэтому боль отзывается и выражается в стихах». Тема Великой Отечественной войны развита в творчестве не только пожилых поэтов. Среди тех, кто читал стихотворения, была и молодежь. Например, Егор Дулин знает войну только со слов своих родственников, но это событие не оставляет его равнодушным. «Война – какое злое слово, а сколько бед оно несет. Мы забыть его готовы. Тут живет в мире весь народ. Дороги не нужны страданию. Слышь наших близких и детей. Почему такие испытания?» «Расскажи, пожалуйста, почему эта тема Великой Отечественной войны тебя так затронула, что ты написал об этом стихотворение?» «Я всегда был патриотичен. Еще в моей школе учительница по истории всегда рассказывала о войне, историю России. Я всегда любил, мне было интересно все это слушать. И во мне вся история воспитала патриотизм». Стихотворения о войне поэты читают публике не только в День памяти и скорби, ведь тема актуальна круглый год. «Сильные, трогательные и такие печальные стихотворения о Великой Отечественной войне» слушали Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. «Я художник, я так вижу». В инклюзивном конкурсе могут поучаствовать юные уссурийцы с инвалидностью возрастом от 6 до 20 лет. Попробовать свои силы могут все, кто интересуется искусством и создает свои маленькие шедевры. Благодаря такому творческому состязанию дети и молодые люди с инвалидностью смогут показать себя и раскрыть свой потенциал. В состав жюри вошло 30 экспертов из разных музеев страны, в том числе и из Приморской государственной картинной галереи. Победителей будет 60-х. Работы покажут в залах Северного речного вокзала в Москве. 40 человек получат специальные призы. Участников ждут мастер-классы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы принимаются до 20 июля. Подробности на сайте ятаквижу.рф Восьмилетний Максим снова оказался не дома. Стать настоящей семьей для мальчика не получилось ни у родных, ни у приемных мамы и папы. Мы не знаем, почему в обоих случаях не сложилось, но уверены, парню нужен еще один шанс. Потому знакомим вас с Максимом в рубрике «Будем вместе». Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке Дмитрия и Татьяны Николаевны Стальских. По бездорожью на велосипеде любит рассекать восьмилетний Максим. Но пока среди препятствий только песок на волейбольном поле и бордюры во дворе детского дома. С недавних пор мальчик живет здесь. Пока велик в ремонте ездит на чужом. Роста не хватает, но Максим не сдается. С таким же упорством осваивает самокат и турник, на котором учится делать трюки. Это вот так уделить за руки и ноги наверх. Два у меня трюка. Это, который сейчас я показал, и висит как колбаска. А когда непогода загоняет в класс, Максим не грустит, а берется за карандаши. Фантазией художнику не занимать, но чаще всего на листе бумаги появляются машины. Парень много знает об армии, хотя военным быть не хочет. Мечтает стать сотрудником ДПС. Там, когда едешь, если пробка, тебя пропускают. Только поэтому? Нет, а еще там можно на перекрестках стоять, и если там нарушитель едет, можно включить помигалку и поехать за ним. Максим очень старательный. Помимо рисования не прочь пособирать пазлы или, например, поиграть с машинками. В школе тоже на хорошем счету. Я люблю учиться в школе. У меня самые любимые это уроки. Мои самые любимые предуметы – это линейка, карандаш, фучка и циркуль. А если серьезно, то Максим любит все учебные дисциплины, но особенно математику и чтение. Воспитатели приятно удивлены, что ребенок настолько усидчивый, особенно учитывая неприятные моменты в его жизни. Максим к нам пришел совсем недавно, 4 мая. Пришел из приемной семьи. Ну, наверное, так получилось, случилось, не знаю что. Но Максим – мальчик очень хороший. Недавно он пошел в школу. В школе очень хорошо себя зарекомендовал. Перешел во второй класс, несмотря на все передряги. При первом знакомстве Максим осторожен и подозрителен. Оно и понятно – сложно сразу открыться после предательства. Но если общаться с ним искренне, то ребенок очень быстро идет на контакт. Вернуть Максиму Веру в людей и настоящую семью – просто необходимо. Чтобы забрать парня домой, нужно обратиться в отдел опеки и попечительства нашего города по адресу. Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. На этом наш выпуск завершен. Впереди вас ждут спортивные новости. Следите за событиями в округе на сайте телемикс.тв, а также в социальных сетях. В студии работала Елена Карпенко. А в 21.00 на нашем канале смотрите художественный фильм «Война. Остаться человеком». Дорогие друзья, сегодня мы празднуем самый великий день в истории нашей страны – День Победы. Копай, копай. Хоронись, так хоронись по-человечески. А ты ему еще крест на могилу поставь. И поставлю. Немец не немец, а человеку все-таки. Война. Остаться человеком. Четыре истории о войне. Смотрите 22 июня в 21.00 на канале Телемикс. Чуть больше месяца осталось до самого главного спортивного события мира – 32-й Олимпиады в Токио. Забег, посвященный Международному дню Олимпийских игр, прошел на центральной площади Уссурийска. Любители спорта и здорового образа жизни собрались, чтобы пробежать по центральным улицам города. Привлечены у нас все федерации города Уссурийска, все спортивные федерации города Уссурийска приглашены на данный забег. То есть это будут и как единоборство, пловцы, легкоатлеты, также те же самые велосипедисты. Решено было сделать два старта – детские и взрослые. Первыми были старшие. Маршрут начинался от городской площади, далее по Некрасово до улицы Агеева, там сворачивали в сторону Краснознаменной. Бежали до Кольца на Пушкино и снова на Некрасово. Книшировали взрослые на площади. Общая длина – 5 километров. У детей все было намного проще. Начинали так же, как и взрослые на площади. Затем поворот на Октябрьскую, там оббегали здания администрации. Потом поворачивали налево, около Уссурийской таможни, и завершали все на площади. Многие из участников преодолевали дистанцию вместе с родителями. Я очень люблю бегать, заниматься атлетикой. И этот забег – это, грубо говоря, еще один трофей в мою коллекцию. Все участники состязания на финише получили дипломы и медали. Напомним, 32-е Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Россия будет выступать под флагом Олимпийского комитета. В качестве гимна нашим спортсменам включат концерт номер один для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Владислав Нам, Алексей Шаповалов, Телемикс. Чемпионат по автомодельному спорту Дальнего Востока прошел в округе. Участники из Владивостока Уссурийска Большого Камня собрались за изумрудной долиной вне городской черты, чтобы провести соревнования по РФСИ. Сегодня подготовлено пять секций. Начнем с трех секций. Участники будут по очереди проходить секции на время и, соответственно, получать либо штраф, либо очки. Секции сегодня в основном грязь будет. Три секции, четыре грязевые и одна секция будет без грязи, скоростная. Начался второй этап чемпионата с подведения итогов и поздравлений по результатам прошлых сборов. Награждение прошло в четырех номинациях. Турист, спорт, прото и юниоры. Соревнования проводятся вот уже пять лет и каждый год включают в себя от четырех до пяти этапов в абсолютно разных местностях. Много встаней радиолюбителей и опытных штурманов. К примеру, Владимир Пашкеев занимается уже восьмой год. Узнал об этом от своего коллеги. Очень заинтересовало, после чего купил свою первую модель. Говорит, что существует много направлений автомодельного спорта, где каждый может найти что-то по душе. У меня сейчас вот мы участвуем в формате РФС, так называемом, который проводится в Малайзии каждый год. То есть у нас этот же формат на радиоуправляемых моделях. У меня модель – это копия 119-го экипажа малазийского. Это там чемпионы барнейские. Ну, достаточно интересная модель такая. Во втором этапе зарегистрировалось 26 участников, трое из которых увлеклись этим хобби только в этом году. Следующие соревнования запланированы на 18 июля. Владислав Нам, Николай Ларшенко, Телемикс.